Ну что, друзья, всем еще раз привет. Раз вообще вышел в эту степь, то просто постараюсь пройтись вам по закоулочкам, которые расположены близко к морю. Сейчас мы идем по улочке, судя по забору, по надписям улицы Нахимова. Домики прикольненькие есть такие красивенькие, и интересно, вот дорога все-таки, увы, нет этой дороги фактически. Смотрите, какая такое впечатление, что как море тысячу лет назад отошло отсюда, так вот оно и осталось. Вот видите, там была Нахимова, тут уже Ладойского, а дальше наверняка уже будет Ушакова. Тем не менее, у меня есть хорошая для вас новость. Харита Умжив. Я уже говорил об этом весной, но по-прежнему ничего не изменилось, слава богу, Умжив. Это такая маленькая, небольшая улочка, состоящая из нескольких улиц, я бы сказал, потому что уже Ушакова, Нахимова и отрезка все в одном флаконе получается. Но тем не менее, удачное расположение, очень близко все к морю. Да, может быть, вот такой вот проходик покажется вам не очень красивым. Это не какие-нибудь там пятизвездочные отели, но зато уютненькие, красивенькие домики на берегу моря. Так что присмотритесь. Прямо кремя, наверное, железнодорожное полотно. Буквально несколько метров, метров 40, может быть. Но нам тоже не надо. Мы сейчас в районе улицы Ушакова 16. Вот она, в принципе, слева от меня. Это большое здание, напоминающее мне какой-нибудь императорский дворец. С внутренним двором, где мы нашировали солдаты. Видите, Ушакова 16. Сворачиваем и отправляемся на улицу Ушакова. Знаю, знаю. Это одна из ваших самых любимых улиц. Весенний период я вообще тут часто ходил. Мы постоянно просили сходить на улицу Ушакова. Настал тот час, когда и лето. Уже в конце июля, друзья мои, делаю прогулочку по улицам Ушакова. Я так думаю, что многие из вас, пусть не те, кто любит эту улицу, уже, может быть, даже приезжали. Ну, не многие, но кто-нибудь да приезжал наверняка уже отдыхал на этой улице. И вам будет что вспомнить, а кто там вот-вот приедет. Так как большинство, я так смотрю, планирует совершить поездку в Лазовске где-то в августе. В первых числах августа где-то. Поэтому вам будет интересно и актуально посмотреть на эти домики. Вот, кажется, Ушакова. Семнадцать дробь один интересный домик. Семнадцать дробь два. Ездят тут всякие нации. Седьмых, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Номера, звонок. Вот этот автомобиль с этими, с луганскими номерами Луганской Народной Республики. Фух, немножечко жарко. Немножечко, сейчас узнаем, сколько на причале, насколько жарко. А что делать-то? Жизнь у нас такая. Лазарев совет сказал. Ну ничего, у меня же панамочка белая. Вот эти показывал я объекты. Ветки пальмы уже высохли. Но по-прежнему красиво, интересно. Пропустим автотранспортное средство. Ренш, в то же время, ровер. И пойдем дальше. Мочь мала, уже отпустила. Уже была съедена давно инжир. Вот, готовится к августу. Там много уже. Привет, подписчиков. Привет, спасибо. Вот уже народ привет подписчикам передает. Вам привет, кстати. Вот отличный дом. Много всяких разных интересных зданий. И тем временем мы вышли с вами на улицу Нахимова. Пацан что-то там ищет. Ух, дракона, наверное. Вот она улица Нахимова. Не побоюсь этого слова. Направо и налево. Ну, а то уже будет другой ролик. Как-нибудь в другой раз. Сейчас уже все. Уже цигиль-цигиль. Ай-лю-лю. И мы топаем с вами. В сторону моря, конечно же. Куда еще мы топать можем. Но все время здесь топаем по этой улице. Океанник. Через 5 метров. Там вот целый океан внутри. Жарко. Вот он океанник. Вот куда 5 метров эти показывали. Обратите внимание сюда. Калитку не видно, но там прикольно. Там зелена, красивенькая. Да и дворик и внутреннее убранство. Насколько я помню. В комнатках не был. Врать не буду. А вот холл мне понравился. Очень даже интересный. Чем ближе к морю, тем больше и больше народа. Прокат арендам магазина. В лесу не уже отсвела. Никто не хочет взять в аренду магазин. Ну, наверное, он какой-то немножечко грустный. Поэтому. Фух. Ну что, мы уже почти у моря. Вот. В прошлом виде парковка. Вот она здесь, на Ушакова. Здоровенная такая. Я не знаю, какую еще мы застроили. Я бы сделал какой-нибудь на первом этаже парковку, а на втором что-нибудь другое. Может быть, гостиница, может быть, ресторан. А может быть, на втором бы, наоборот, сдавал, а на третьем бы сделал ресторан. Такой открытый раз. Ну, так как я, шикоумный. Будет снимать за своим носом, куда не надо. Ну, а мы вышли к пляжу. Сейчас у меня будет вещественное доказательство. Непосредственно пляж. Вот и тепло машину. Это пляж Лазурный. А вот там вот за парашютом уже пляжу не надо. Сейчас разденусь и тоже подойду к морю. Больно мне жарко, товарищи. Хотя бы ножки помочить из метротива, надеюсь. Сейчас, одну минутку. Итак, направляемся к морю. Мочить хотя бы ножки, а потом, может быть, уже иступаемся. Сейчас добудем мисточку себе. А вот там он. И тут можем даже приземлиться. Между объяльчиком. Ну, все, маленький заплывчик. Парашюты, счастливые люди. Это салат тепленькая, хорошенькая. Вот так вот с улицы Жакова мы с вами зашли прямо в воду. Можно нафиг по такой жаре ходить, товарищи. Возьми, Ваня, подуши. Хорошо. Пойдем все дружбиться на мою медведенькую камеру. Вот такая вот у нас улица Жакова. Ага. Ага. Никуда я больше не пойду. Буду оставаться здесь. На причале. В каком причале, господи. Думаю, уже о причале просто. Думаю, что пора идти на причал, а я только в воду зарез. Ну, жарко мне очень. Покупался на пляже, который рядом с улицы Жакова. Да никогда. Вот там вот Лазопол. Набережная. И причал, товарищи. Ну, а я буду, наверное, заканчивать это видео. Видео про улицу Жакова. Немножечко про улицу Нахимова. И отправлюсь куда-нибудь там на причал, показать вам ситуацию на пляже. Прям в прямом эфире. Какой прямом эфире? Я записываю все. Несу уже чуть. А, хорошо. Народ, вы понимаете. Достаточно. И все хорошо. Парашют. Сочи лазает слева, конечно же, нельзя надо. В общем, классно, товарищи. Классно искупаться вот так вот. Посидеть на пляжку. Но все, когда-нибудь заканчивается. Заканчивается и этот ролик, товарищи. Поэтому уже точно говорю вам до свидания. До следующего ролика. Следующий ролик уже будет скоро. Это будет обеденный обзор. Всем пока и до новых встреч в Эфире.